И теперь о событиях дня подробнее. Настоящей войной обернулась забастовка маршрутчиков в Иркутске. Причем боевые действия развернулись между водителями. По некоторым данным есть пострадавшие. Тему продолжит Лада Рыбакова. Пообещали еще с вечера, чтобы стекло бить. Вот, утром получилось, первым кругом ехал. В темноте гаража, а не на маршруте. Этот автобус 80-го номера один из нескольких, на которые сегодня напали неизвестные. Десятки водителей не стали дожидаться таких последствий и сошли с маршрутов, даже пригородных, еще до обеда. Сегодня в районе 13.00 остановка политех была. Пассажиры вошли-вышли. И последний мужчина зашел и сказал, вам что денег не хватает. В этом автобусе высыпал у меня где-то две горки мелочи. Сказал, если вам этого не хватает, мы стекла вам разобьем. Будем прокалывать колеса. Так что вы, ну, поддержать надо забастовщиков. Один за всех, все за одного сказали. Пассажиры в шоке, все возмущены. Возмущены даже те, кто не был свидетелем произошедшего. Оказаться в маршрутке, в которую кидают камни, иркутяне не хотят. Это уже бандитские решения вопроса конфликта. Так не должно быть. Всего, как говорится, цивилизованным путем нужно быть. Этот способ решения, я не считаю, что он адекватный. Ни к чему не приведет. Это должна администрация решать. Одно из решений администрации – сесть за стол переговоров. Пригласить за него водителей-саботажников пока не удалось. Неизвестны и требования тех, кто запугивает маршрутчиков. Позиция города и данных ассоциаций, она едина. То есть никакого шантажа, никаких неконструктивных действий не должно быть. Должен быть нормальный диалог, который мы готовы вести. Ведут поиск свидетелей по фактам других нападений в полиции региона. Но пока в дежурной части лишь одно заявление. От водителя, которому разбили стекло ранним утром. Лица, которые причастны к этому инциденту, были в кратчайшие сроки установлены, задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. Речь идет о двух мужчинах возраста 36-32 лет. Задержанных, а они оказались так же. Водителями ждет административное наказание. Полицейские рассчитывают на помощь свидетелей этого и подобных конфликтов. Мне, как и остальным пассажирам общественного транспорта, остается только надеяться, что конфликтующие стороны максимально быстро найдут компромисс. И никто не пострадает. Ни финансово, ни тем более физически. Лада Рыбакова, Михаил Глызин. Новости по будням.